Да, здравствуйте, драгоценные мои друзья. Ну, видите, прервалось видео по поводу инсектоидов. Целое такое предварительное, предварительное видео, часть первая. И теперь, как инсектоиды часто влияют именно на... Инсектоиды очень любят, друзья мои, желтую энергию благополучия, то есть материальный поток. Люди, часто вся жизнь человека зависит от этой желтой энергии, от материального, от денег, от финансов, от удачи. И инсектоидов вот этот мед, мед нашей желтой энергии очень-очень нравится. И часто людей жадноватых, имеющих какие-то проблемы, какие-то печати, пожелания от кого-то. То есть уже есть некие шрамы на удачу, на центрах удачи. И вот в эти места, как бы с пониженной сопротивляемостью, с пониженным энергетическим иммунитетом внедряются эти инсектоиды. Это вот желтый пояс, это печень, духовное сердце, это солнечное сплетение желудок, центр удачи. Это селезенка, это почки, это поясничный отдел, третья чакра. Вот этот желтый пояс часто подвергается нападениям инсектоидов. И, драгоценные мои друзья, почти у 90% людей, тех людей, которые ко мне обращаются, с которыми я работаю, пытаясь, так сказать, почистить энергетику, у них повреждены вот эти центры. Не обязательно инсектоидами, не обязательно, потому что и охотников до вашей энергии удачи много, и в человеческом мире огромное количество вот этих вампиров, тех, кто пытается подсоединиться, откачать ваши энергии, заблокировать вашу удачу, пожелать вам чего-то плохого. Но инсектоиды, значит, это одни из таких мощных и хитрых, потому что они маскируются. На энергетике вот их паутины, их сети часто, ну, простому взгляду, как бы, не очень видны. И вплоть до того, друзья мои, самое опасное, что они в какой-то момент сначала питаются энергией какого-то человека, он этого не замечает, да, ну, чуть стало хуже с материальным, с деньгами, с удачей, с работой. Но они постепенно начинают высасывать и даже начинают внедрять вот свои энергетические личинки. То есть они используют вас как вот такую матку, как донора. И иногда, просматривая людей, ужасаешься вот в печени вот эти прямо яйца насекомых. И, естественно, тогда в такой момент человек поражен этим, и, ну, удача совсем уходит из его жизни. Вот куда бы, что бы он ни делал, бьется, бьется, а удача уходит. Да, вот то, что он зарабатывает, все обязательно, что-то сломается, что-то там кто-то заболеет, кому-то в долг, потеряет эти деньги, да, то есть удача просто усвистывает. Вот это признак того, что, скорее всего, кроме каких-то обычных житейских вещей присутствует вот это вот то, что вы, то, что вас используют как питание, вот эти вот, так сказать, энергетические насекомые. Для того, чтобы избежать этого, естественно, надо заниматься своей энергетикой, потому что вот эта часть нашей жизни мы привыкли заботиться о материальном. Вот эта часть, энергетическое тело, остается как бы вот все время на заднем плане. Думайте, ну, когда-нибудь потом я там помедитирую, там подышу, еще что-то. Но вот именно дело в том, что ваша удача зависит от того, насколько чисты ваши энергетические центры. Поэтому заниматься собой – это, ну, явная необходимость как бы в жизни, что если вы не будете мыться, да, то в конце концов, ну, от вас не только удача, от вас начнут люди шарахаться на улице, да, потому что вы как бы не смываете физическую грязь. Надо научиться смывать энергетическую грязь. Тогда многое, многое, то плохое, что есть в вашей жизни, начнет уходить и растворяться. Ну, а с инсектоидами с ними, ну, бесполезно воевать, да, но сохранять чистоту своего пространства, своего дома, своих близких вы обязаны. То есть, если у вас на вашей энергетической кухне завелись тараканы, вам надо их вывести. Если на вашей, так сказать, энергетике завелись какие-то клопы, которые высасывают вашу силу, вашу удачу, то их надо вывести. Это обязательно, друзья мои, потому что они не отстанут. Если они уже вцепились в вас, они будут высасывать, высасывать, пока не превратят вас. А в человеческом мире некоторые вот такие люди являются приманками, через них подсоединяются. Да, вот это присутствует среди и эзотерических таких, так сказать, блогеров, которые говорят о духовности, но сами напускают вот эти сети. То есть, они являются, в чем-то они уже сами, да, то есть, человеческая их сущность уже порабощена. То есть, вот они допустили в свое пространство этих насекомых, и те уже пожрали их. То есть, вот в этих людях уже сидят эти тараканы, да, то есть, они уже мыслят не как человек, а мыслят вот как вот, так сказать, рой, как вот эта вот пчеломатка, чтобы как можно больше заразить простых людей вот этими вещами. Это, ну, не значит, что надо там никого не смотреть, ни в коем случае, да, но если вы эмоционально включаетесь очень внимательно, да, то есть, вы чувствуете, что вас зацепило, но вот эта вот зацепка, она какая-то такая нехорошая, да, бывает, вы смотрите, вам нравится, вы в восхищении, да, потом вы не можете оторваться, да, вот думайте, ну, дрянь какая-то, ну, не могу, не хочу, да, но вас все время тянет, тянет, тянет. Это означает, что вас зацепили, вот это опасно, да, вот в этом случае значит, что вы получили печати, что пока вы их от них не избавитесь, вас будут качать, качать, качать. Поэтому внимательно надо заниматься практиками, надо медитировать, надо вот эти подключки, если они есть, постараться отключать. Один раз, второй раз, третий раз, ну, очистить свое энергетическое тело, стать хозяином своего пространства, своего энергетического тела, своей удачи. Ну, неужели вам не обидно, что вот вы бьетесь, работаете, там, карьеру строите, надрываетесь сутками, может быть, на трех работах, но вам не хватает, вашей семьи не хватает во все время в долгах, в минусах. С одной стороны, житейские причины понятны, с ними там определенный разговор, а вот энергетические, если вашу удачу жрут насекомые, то есть, получается, вы вот в жизни, значит, что вы, к примеру, приходите на завтрак с утра, там, пожарили себе яичинку, там, бутерброд положили, а вместо вас, так вот, вы сидите за столом, кофе себе налили, да, а тут приходят большие тараканы, и при вас начинают через трубочку пить кофе, жрать ваш бутерброд, сжирать вашу яичницу, а вам достаются только крохи, да, только крошки, то есть, ситуация меняется, получается, как бы, тараканы питаются крошками со стола человека, а вот в энергетическом смысле, если вы допустили до себя это, то, получается, тараканы сжирают ваш завтрак, обед и ужин, а вы питаетесь вот этими крошками. Обидно? Обидно. Но для этого вам, кстати, эти насекомые могут застилать глаза, что вы не видите, не чувствуете, говорите, все это ерунда, все это меня не касается. Главное, что вот материально, если чувствуете, что, ну вообще, ну невозможно, не можете выбиться, бьетесь, бьетесь, работаете, работаете, все бесполезно, но означает, что надо обратить внимание на энергетику. Ну что ж, друзья мои, ну вот, как Мокров сказал, пока, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok